Евреи бегут из Европы из-за мусульманского антисемитизмома. Логотип. Евреи бегут из Европы из-за мусульманского антисемитизмома. Франда.pl Польша. Ян Вучик. Джан Воджсик. Реа Новости Руслан Кривобакмы. Новые евреи Европы. Мусульмане. Евреи. 21. Века. К мусульманам в Европе относятся, как к евреям в 30-е годы в Германии. Правда выглядит иначе. Помимо отдельных инцидентов мы не наблюдаем массовых нападений на мусульманские кафе и магазины, не слышим бьющегося там стекла, никто не ставит на домах мусульман каких-либо знаков, а государство не вводит антимусульманских нюрнбергских законов. Наоборот, именно евреи массово покидают Европу. Из одной Франции в 2014 году уехало 7000 человек, не дожидаясь приглашения от узраильского премьера Бениамин Нетаньяху, который выступил с таким обращением после последнего теракта в Копенгагенской синагоге. Они бегут, потому что в Европе усиливается антисемитизм, а его новым маховиком все чаще выступает мусульманская молодежь. На самом деле, правда об антисемитских трендах прозвучала уже в отчете проявления антисемитизма в Европейском Союзе 2002-2003 годы Европейского центра мониторинга расизма и ксенофобии. Отчет не был опубликован, так как он свидетельствовал о том, что мусульманская молодежь в таких странах, как Франция, совершает на почве антисемитизма больше преступлений, чем крайне правые группировки, которые бывали участниками таких инцидентах раньше. Если в 1994 году французские коричневые были замешаны в 68% таких преступлений, то в 2002 уже лишь в 9%. Брюс Бауэр. Брюс Поа, автор книги «Пока Европа спала, как радикальный ислам завоевал ее изнутри», утверждает, что дело вышло наружу, когда просто произошла утечка документа. С того времени насилие со стороны мусульманской молодежи только усилилось стало более жестоким. Проблема затрагивает всю Западную Европу, все страны, в которых есть мусульманское меньшинство. Неслучайно последние теракты в Дании и Франции произошли в синагоге и кошерном магазине в день покупок перед шабатом. В 2012 году в Тулузе молодой человек алжирского происхождения Мохаммед Мера напал на еврейскую школу, убив учителя и троих детей. В 2011 году центр Симона Визентеля предостерегал евреев перед путешествиями на юг Швеции, приводя данные по антисемитским атакам. На насчитывающую 800 человек еврейскую общину Мальмё их пришлось. 400. Мать Швеция, Израиль в связи с массовыми протестами, связанными с темой сектора Газа, прошел без зрителей. Насилие сопровождалось негласной поддержкой властей. Градоначальник Мальмё Эль-Марриапалу Эль-Марриапалю считал, что евреи сами будут нести вину за нападение, пока не дистанцируются от Израиля, преследующего палестинцев. Дело выросло до таких размеров, что в 2012 году президент США Барак Обама отправил в Мальмё своего специального представителя, чтобы тот занялся на месте борьбой с антисемитизмом. Это были не единственные предостережения. Дитер Грауман председатель Центрального Совета Евреев в Германии неоднократно призывал мусульманские организации заняться проблемой антисемитизма в среде мусульманской молодежи. «Приветливых улыбок на телевидении недостаточно», сказал он, подтвердив мнение главы Бюро защиты Конституции Хайнси Фрома, указывавшего, что у исламистов и неонацистов общий образ врага – это евреи и Израиль, которым приписывается невероятное политическое могущество. В 2014 году во время пропалестинской демонстрации салафитов в Берлине звучали слова «Амаз» – «Хамаз» – «Джюден Абинс Гасс». И если немецкие СМИ резко осуждают движение «Пегида», выступающее против исламизации Европы, то в данном случае шум в СМИ был несоразмерно мал по сравнению с масштабом угрозы. Еврейские организации в Германии обычно круглосуточно охраняются, частных охранников нанимают даже детские сады. Антисемитизм мусульман не ограничивается словами или надписями на стенах. Берлинского раввина Даниэля Альтера в 2012 году избили четверо подростков арабского происхождения, угрожая, что убьют его шестилетнюю дочь. Последние данные Берлинского центра социальных исследований показывают, что враждебно относятся к евреям почти половина мусульман. Ни одно предупреждение не звучало так зловеще, как слова бывшего еврокомиссара Фрица Болкестейна, который заявил в начале десятилетия, что не видит будущего для евреев в Голландии из-за усиливающегося антисемитизма среди голландцев марокканского происхождения, которых становится все больше. По его мнению, действия правительства не могли гарантировать евреям безопасности. «Избегайте районов, населенных мусульманами, не демонстрируйте свою принадлежность», о таких средствах личной безопасности рассказывал сын уважаемого в Голландии раввина Рафаэля Эверса, вскоре покинувший Голландию. На дом другого раввина, Беньямина и Копса, за последние четыре года нападали пять раз, что тоже приближает его решение о том, чтобы уехать из страны. В Великобритании антисемитизм проник даже в светские салоны. Лорд Назир Ахмед, который, казалось бы, представляет собой пример интегрировавшегося мусульманина, стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, когда отправлял СМС сообщение, не отрываясь от управления автомобилем. В обнародовании этой истории он обвинил еврейские СМИ, а в своем тюремном заключении, еврейского приятеля Тони Блара, который помог в карьере судье, огласившего приговор. В Великобритании, как и по всей Европе, растет число антисемитских атак в 2014 году на 118%, а все новые семьи обеспеченных евреев, представляющих собой стержень общества, раздумывают об отъезде из страны. По данным исследований Pure Research Center, почти половина британских мусульман негативно относится к евреям, такая цифра почти в 8 раз превышает средний показатель в британском обществе. Все эти тревожные события и данные заставляют задаться вопросом о причине враждебности мусульман по отношению к евреям. В попытках решить эту проблему появляется большой набор различных объяснений. Часть исследователей, члены левых организаций и благосклонно относящиеся к мусульманам политики и указывают на продолжающийся не первое десятилетие арабо-израильский конфликт. По их мнению, реакция мусульман – это проявление солидарности и месть за преследование, которым подвергаются палестинцы в секторе Газа со стороны Израиля. Если даже принять такой взгляд, эта информация может быть полезна лишь спецслужбам, чтобы решить, когда усиливать бдительность на европейских улицах. К сожалению, она оправдывает не только мусульман, но и крайне левые организации. Этот процесс объяснил в своей книге во имя другого. Антисемитское лицо левых Ален Финкелькраут Ален Финкелькраут – философ, в прошлом активный участник событий 1968 года. По его мнению, левые, защищая подвергающегося дискриминации другого, часто пересекают границу обоснованной критики и сами становятся антисемитами. Случаются парадоксальные ситуации. На контрдемонстрации против антиисламских выступлений в датском городе Орхус отцепеневшие члены левых организаций оказались рядом со своими мусульманскими товарищами, кричавшими «Смерть евреям!». Польское объединение больше никогда, внеся в свою коричневую книгу демонстрации против строительства в Варшаве мечети братьев-мусульман, взяло тем самым под опеку строящих эту мечеть сторонников Юсуфа Аль-Кардави, для которого Гитлер был бичом Божиим против евреев. Чуть дальше в историю уходит Пол Бермань в книге «Бегство интеллектуалов». Популярность антисемитизма на Ближнем Востоке и он объясняет тем, что часть мусульман, в том числе влиятельный муфти Иерусалима Амина Аль-Хусейне, сотрудничала с гитлеровской Германией, объединившись с ней против общего врага – евреев. Одновременно из-за того, что Ближний Восток не был основной ареной событий Второй мировой войны, денацификации там не было. После войны Аль-Хусейне вернулся героем, его приветствовали братья-мусульмане, антисемитские воззрения остались живыми, а Майнкамп продолжает фигуировать в списке бестселлеров Ближневосточных государств. Но можно углубиться еще дальше, к основам религии, в которой евреи из Медины предстают в образе людей, отказывающихся от пророчества Мухаммеда, плетущих против него козни вместе с его преследователями из Мекки, за что их ждет справедливое возмездие, изгнание и уничтожение. Сходство с тем антисемитизмом, который сохранился в христианстве, эксплуатирует тему мести евреям за распятие Христа, очевидно. По случаю дня ислама в католической церкви часто цитируют фрагмент Суры Корана, 5.82, ты непременно, обнаружишь, что самыми близкими по любви к тем, которые уверовали, являются те, которые сказали, мы, христиане. Однако эта строка взята из фрагмента, первая часть которого вовсе не поощрять любви к евреям, ты непременно обнаружишь, что самыми враждебными людьми по отношению к тем, которые уверовали, являются иудеи те, которые стали многобожниками. Организаторы мусульманско-христианского диалога опускают эту строку, и хорошо. Однако она там есть, и жива в сознании мусульманских обществ. Оригинал публикации «Зайдзиак Гэзэд Европейплзмюзманским антисемитизмом» опубликована 22 февраля 2015 года 1953. «Зайдзиак Гэзэд Европейплзм» «Зайдзиак Гэзэд Европейплзм» Продолжение следует...